приветствую дорогие друзья сегодня такой разбор письма свекрови строптивая невестка жалуются свекры на строптивую невестку это как бы такая случайно выдал яндекс в предложенных решила разобрать какой-то портал леди строптивая невестка почему решила разобрать здесь видны основные ошибки которые делают свекра потом вот в голову не приходит почвой такого сделал а шо такого есть закон психологии и закон духовной жизни закон отношений закон уважения к личности закон личных границ закон не вмешиваться в семью взрослых детей нарушаете закон и потом начинается а чё я такого сделал нет 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 психологии то все фигня мы самые умные можно вот так же отрицать закон всемирного тяготения залезть на гору и убиться с нее нафиг вот тоже самое так люди рушат отношения поехали буду читать и комментировать мой сын женат уже второй год невестка в начале их отношений очень нравилась тихая скромная девушка сын мечтал что его семья будет похожа на нашу с мужем то есть смотрите уже были ожидания что вот будет так мнение другой половины она не то что в расчет не бралось обычно в голову не приходит что у жены есть свое мнение да вот у сына значит было видение пишет свекровь он работает а жена дома пьет семейное гнездо но невестку этот план не устраивал она мечтала о карьере то есть самого начала невестка дала понять жена сыну потенциально что она хочет делать карьеру чем тогда думали я не знаю этот у людей поразительное такое вот забрала закрывается что выбирают человек абсолютно им не подходящего по взглядам принять не могут начинать переделывать так вот большинство проблем в отношениях простым языком начинается там где пытается друг друга переделать под свою маму под своего папа под свои взгляды то есть надо было выбирать ту которая хочет жить патриархальной модели тут ясно что она хочет жить такой моделью здоровы вот дальше свекровь пишет а вот что поражает поразительная недальновидность и отсутствие мудрости у свекрови и у свекров дальше сын надеялся что после свадьбы все изменится но нет невестка еще в институте нашла работу и бодро шагает по карьерной лестнице сейчас она заместитель начальника отдела сын пытался с ней поговорить потом начал грозить но невестка не слушает его то есть то что сын какого-то буду на выбирает абсолютно неподходящему партнершу то что он пытается ее переделать это же идет абьюз это психическое насилие это диктатура это отменяет другого человека это явные агрессии и неявные то есть пассивная агрессия когда мы начинаем его передел мы отменяем его личность его взгляды его потребности обесцениваем а потом какого-то буду на удивляемся это в голову не приходит видимо да и вот воспитали вот вот такое воспитали сын пытался с ней поговорить потом начал грозить на полном серьезе считается угрожать человеку это нормально у нас рабство отменили слава богу но невестка не слушает его невестка видимо четко знает чего хочет бледет свои границы и бесит токсичных свекруг токсичных свекров абьюзеров бесит когда вас не смогли прогнуть не смогли сломать и начинается всевозможного рода манипуляция потом уже удивляется почему тебя знать не хотят вам приятно когда вас насильно тащат куда-то вот так схватит к себе потащит вы же швырнете человека психологически работает то же самое когда вот так человек оттащишь единственное желание это послать дальше пишет свекровь неделю назад приехал он в гости с прибинтованной рукой мы с отцом испугались начали расспрашивать что случилось они жены поругались и сын дал ей пощечину а невестка вак в ответ огрела его по руке скалкой и сказала еще раз руки распустишь инвалидом сделаю муж был в ярости позвонил невестки начал на нее орать и вдруг резко замолчал побелел и положил трубку что она ему сказала я не знаю но муж теперь говорит что сыну надо разводиться с такой женщины он жить не сможет а когда самого начала было видно несовпадение взглядов то нахрена психологу идти вот у нас при загсах работали психологи на государственном границе которые выявляли несовместимость или совместимость пар и процентов 60 70 приходящих не совпадало это были хорошие специалисты обучены методикам тестирования но зачем у нас же гормоны играют по весне у нас все получится мы и ребенку психику потом доломаем то из взрослых балбесов мне не жалко мне детей шел который страдает в этом дурдоме и так смотрите что мы видим он женой поругался сын дал ей пощечину это нормально когда сын руки распускает он и психологически ее мочит она не дала прогнуться до не прогнулась и идет физическое насилие то есть когда агрессор абьюзер тиран вас не могут так прогнуть идет вот такое насилие вот что мы наблюдаем в токсичных свекруха которые вас морально не смогли задавить они начинают всячески по-другому да вот и что меня колоссально от чего я офигеваю этот от таких придурочных не умных такси токсичных родителей которых дети хулиганы подростки помню сколько да на ушах стояли там втык надо им дать конкретный детям пока это не забрали в колонию родители вот они у нас нормально у нас сыночка хороший это все плохие а сын бандит психопата который над всеми издевал хороший вот видите вот шо выросла то выросла и досталось невестки они еще хорошо притворяются часто вот то есть там да ладно женимся все равно я передела родит куда денется знаете тогда быть очень серьезным слушать на ран на начальных этапах до ребенка родит куда она денется то есть жена познается в беде а может декрете это все и вылазит что как он же был хорошим в эту нему и сидела вот такое вот такая программка негативной от токсичной мамочки токсичной папочки жена должна сидеть дома не вяко тече еще надо эти как скотину накормил напоил стоило поставил от еще мы чищаете программ на полном серьезе такое отношение не у всех слава богу но многих вот то есть то что сын бьет невестку это ничего а то что невестка дает сдачи она сволочь и да то что она за себя постоять может но надеюсь она все-таки от этого просто мудака свалит вам конечно есть шанс отношения сохранить если он на терапию пойдет ну они же самые умные и помощь не нужна вот дальше порадовала в кавычках поведение свекра куда ты на хрен лезешь куда ты звонишь какой твое собачье дело ты зачем невестки звонишь сыну втек дай просто уже воспитывать поздно надо было воспитывать когда он поперек кровати лежал а если для сына нормально бить жену мы видимо такой увидел в своей семье то есть вырастили мудака вырастили морального урода и на его сторону встают вот сколько случаев когда можно было сохранить семью если бы не придурки свекра и не придурочная теща с тестем когда жена ведет себя я видела как полнейшей истеричкой дурой бьет ни за что у мужа это я тоже видела материться обзывает его унижает и теща вместо того чтобы с тестами дать да они говорят да дочь он охренел эти миллиарды не приносит да хотя сами там вообще не бы не мы вот так же и свекры то есть вместо того чтобы хотя бы не лезть или сын дать втык у них невестка крайне то есть они смотрите коллективной травля пошла на невестку да хотя по сути это вы моральную роду то есть письмо написал моральный урод не то что психологически неграмотный человек с гнилой башкой человек у которого абсолютно нет мудрости человек который по жизни дурак то есть у которого возраст пришел один психологически абсолютно неграмотный и вот этой убийственная химии забиты наверное очень многие форумы то есть люди им в голову не приходит что есть законы отношения законы психологии и нарушая их будет плохо нарушение на нарушение вот напишите в комментариях что вы думаете невестка наверное всего скорее свекра припугнула может быть то что она в полицию заявление напишет скорее всего может быть шрамы остались может быть еще чем-то вот но вот представьте каково да на тебя муж бросается потом это команда поддержки рога и копыта в лице у таких токсичных свекрах и вот на голубом глазу вот эти письма пишут или с тещи долбанутые с тестями которые тоже вот такую доченьку вырастили и в голову не приходит до что вы не правы играть не дал мне бог врагов ну дал родственников муж говорит что сын надо разводиться и не размножаться такому пока не пролечит голову вот есть хорошее воспитание есть дурное воспитание что мы видим есть хороший рот здоровый есть рот проклятый вот родовое проклятие это по сути просто негативные программы неправильные убеждения и нежелание учиться нежелание развиваться да мы самые умные нафига вот они самые умные сын бьет жену высокие отношения и лучше бы там дети не появлялись чтобы дети не видели это кошмар и чтобы ребенку не ломали психику напишите что думаете под этим видео сталкивались ли с таким видели ли такие истории когда вот конкретно ребенок взрослый уже сын не прав свекра его прямо защищают ну целуют и говорится в пятую точку каким бы дерьмом не был но адекватная мать она умеет жить в объективной реальности да не субъективной да что мой сыночек самый хороший видели таких ответа хулиганов их уже садика с школы в пятую точку целуют и растят из них мрази ответ их вот а есть адекватные родители но к сожалению адекватных не так много как хотелось бы пишите что думаете до новых встреч